От летних к зимним стальной рубеж вновь объединил хвостатых спортсменов и их хозяев на озере Банное. Минувшую субботу в горнолыжном центре прошли гонки на собачьих упряжках. Открытый чемпионат и первенство Челябинской области поездовому спорту собрал десятки участников из Магнитогорска, Челябинска, Уфы и Екатеринбурга. Зрелищное зимнее событие не пропустила и наша съемочная группа. Пока участники ожидают старта, их питомцы купаются в ласке и становятся объектом интереса для фотографов. Поцелуй на удачу своему хозяину дарит австралийская овчарка по кличке Коди. Паре первой предстоит опробовать трассу. Когда стартуешь второй, третий, собака видит, что перед ней кто-то убегает и там немножко полегче. У нас уже был такой опыт. Я надеюсь, что по крайней мере стартануть мы сможем, а уж как дальше сложится, это будет видно по трассе. Мужчины и женщины стартуют в одной из массовых дисциплин – скиджоринг. В этом виде издового спорта гонщик бежит за собакой на лыжах. При этом двойка связана специальным шнуром. В финишной черте своих хозяев ведут доберманы, хаски, маламуты, овчарки и единственный представитель этой породы – бигль. Пожалуй, самыми зрелищными стали гонки на нартах – специальных санках для заездов, запряженных двумя, четырьмя и шестью собаками. Дружной команде предстояло проехать по пять и десять километров снежной трассы. Минуя зимние пейзажи, спортсмены то поднимались в гору, то спускались с нее. Не без труда. На некоторых участках каюрам приходилось сходить с саней и помогать питомцам. Так или иначе, до финиша доехали все. Для меня трасса тяжеловата, честно признаюсь. Я привыкла двигать на жесткой трассе, а потом еще возраст, не забывайте. Особенность нашей трассы в том, что она предполагает разные типы рельефов. То есть у нас есть как горный участок, есть и равнинный участок. На горном участке у нас сочетаются крутые подъемы с крутыми спусками, плюс петляние по лесу. На равнинном участке, это по полям, по полянам, есть переезды через ручьи. То есть трасса достаточно интересная и я считаю ее все-таки сложной. Не менее сложной оказалась трасса и для екатеринбуржца Владимира Антонова. В ездовом спорте он новичок. За плечами этой сборной всего две гонки и обе победные. Не испортить статистику, надеются, и в этот раз. Ой, вообще нету слов про трассу. Трасса тяжелая на самом деле. То есть, повторюсь, мы до этого пока бегали только на равнинах. Тут горы, очень большие перепады, очень высокие подъемы, крутые подъемы. На первом подъеме, ну, первом серьезном подъеме, очень устали, просто шли пешком, думали как бы это. Но одно обрадовало, что мы на этих всех подъемах как раз обошли все четыре упряжки. То есть было тяжело не только нам. В награду молодого талисмана и опытного Гиннеса ожидают похвала и вкусные мясные консервы. А пока после жаркой гонки хвостатые спортсмены купаются в снегу. Дарья Жамастева, Ольга Сухоплюева, Егор Суханов, информационная служба медиагруппы «Знак».